Аллах, Акбар, Аллах, Акбар Хвала Аллаху, Которого мы славим и Которому взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиту у всеслышащего и всезнающего Аллаха от зла наших душ и дурных дел. Кого Аллах ведёт по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение, а кого он оставит, того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища. И свидетельствую, что наш пророк Мухаммад, раб Аллаха, посланник его, и возлюбленный избранник, который донёс послание, исполнил вверенную ему миссию и наставил уму, посредством которого Аллах рассеял скорбь и оставил нас на совершенно ясном пути, ночь которого подобна дню, и собьётся с которого лишь тот, кто устремился к погибели. О, те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. О, люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил множество мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину Аллах наблюдает за вами. О, те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот уже достиг великого успеха. А затем, любимые братья, я вместе с вами воздаю хвалу Аллаху, кроме которого нет иного Бога, живому, сущему, который позволил нам дожить до этого великого, благородного и священного месяца. Благодарите Всевышнего Аллаха за то, что Он позволил вам застать лучшие из месяцев, в то время, когда обитатели могил лишены этого. Этот месяц является мерилом, которое выявляет различия в отпущенных вам сроках. С пользой вы их проведете или впустую. Во времена пророка, салаллаху алейхи вассалям, двое мужчин приняли ислам. Один из них пал шахидом на пути Аллаха, а второй прожил после него один год, после чего умер. Когда его похоронили, пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил своих сподвижников, «Что вы сказали?» Они ответили, «Посланник Аллаха, мы сказали, «О Аллах, прости его и присоедини его к его товарищу, который стал шахидом на пути Аллаха». Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «А разве он после него, ставшего шахидом, не соблюдал пост в месяце Рамадан и не совершал столь каракатов молитвы?» Клянусь Аллахом, клянусь тем, в чьей дла не душа Мухаммада, между ними разница, как между небом и землей. «Благодарите Аллаха, уважаемые братья, за то, что он продлил вашу жизнь, и вы смогли встретить этот месяц, с наступлением которого накладываются оковы на шайтанов и мятежных джиннов, и закрываются врата ада, ни одна из дверей которого не остается открытой, а также отворяются врата рая, при этом ни одна из его дверей не будет закрытой. Иглашатый взывает, «О желающий благо, устремляйся! О желающий зла, отвращайся!» Возможно, кто-то скажет, но мы не слышим этого зова. Я скажу тебе, клянусь моим Господом, несомненно, он взывает, поскольку это слова правдивого, который не говорит по своей прихоти. Однако этот зов мы слышим не ушами, а сердцами. Когда твое сердце становится смиренным и очищается от скверных грехов, то ты услышишь призыв Аллаха, благословен он и возвышен, «О желающий благо, устремляйся! О желающий зла, отвращайся!» И у Аллаха есть люди, которых он освобождает от огня в каждую ночь Рамадана. О Аллах объемлено своей милостью, благоволением и снисходительностью. Ибн-Уль-Джаузи, яда помилует его Аллах, сказал, «Месяц Рамадан среди других месяцев подобен Юсуфу, алейхиссалям, среди своих братьев». Поэтому, так же, как Юсуф, алейхиссалям, являлся самым любимым сыном своего отца Якуба, мир ему, так же благословенный месяц Рамадан является самым любимым месяцем для Аллаха, ведающего сокровенное. Рамадан – это месяц состязания. Праведники знали его ценность, поэтому один из них плакал на смертном адре. Его спросили, «Почему ты плачешь?» На что он ответил, «Клянусь Аллахом, не из-за любви к этому миру и не из-за страха перед смертью. Я плачу по постам в знойные дни и выстаиванию ночных молитв». Он плакал, потому что желал дожить до поста в знойные дни и выстаивания ночных молитв. Поистине в раю есть особенные врата для Рамадана, которые называются Ар-Раян. Когда постящиеся войдут в них, они закроются и никогда больше не будут открыты. Любимые братья, знаете ли вы, какими словами обратятся к постившимся, когда они войдут в рай через врата Ар-Раян? Им будет сказано, «Ешьте и пейте воздравие за то, что вы совершали в минувшие дни». «Ешьте и пейте в раю воздравие и во благо за то, что вы совершали в минувшие дни». Если таков зов к постящимся, то как может пропускать коллективные молитвы тот, кого Аллах щедро одаряет своими великими милостями, кому милосердное оказывает своё безмерное благоволение, или отставать от каравана тех, кто выстаивает ночные молитвы в Рамадане, кто расходует и раздаёт милостыню на пути Аллаха в Рамадан? Если ты хочешь узнать свою степень перед Аллахом в высшем сонме, то посмотри, чем он тебя занял в месяц Рамадан. Если ты ночи напролёт проводишь в кофейнях, затем засыпаешь и пропускаешь утреннюю молитву, то оплакивай свою душу, ибо у тебя нет никакой значимости перед Аллахом на небесах. Если бы ты имел ценность перед Аллахом, то милосердный поставил бы тебя перед собой в рядах, выстаивающих ночные молитвы, смиренных, совершающих земные поклоны и постящихся. Тому, кто во время Рамадана будет соблюдать пост с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи. Кто станет выстаивать молитву вместе с имамом, пока он не завершит её, тому Аллах запишет стояние в молитве целой ночи. Абу Гурейра, да будет доволен им Аллах, разъясняет хадис посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, что верующие по отношению к Рамадану делятся на две категории, не больше. Он сказал, да будет доволен им Аллах, что пророк, салаллаху алейхи ва салям, клятвенно заверил, наступил для верующих этот месяц, и не наступит для них месяц лучше, чем Рамадан. И не наступит для лицемеров месяц, который был бы для них более ненавистным, чем Рамадан. Ведь уверовавший уготавливает пищу и расход для поклонения, а лицемер уготавливает преследование оплошностей уверовавших и их недостатки, обсуждая их. Этот месяц – трофей для верующего и наказание для нечестивца. Поистине Всевышний Аллах записывает награду и вознаграждение труженика, прежде чем он вступит в месяц Рамадан. Награда и вознаграждение уже определены до наступления Рамадана. «Если ты намеревался, то ты уже достиг этого». Намерение труженика важнее самого действия. Тот, кто намеревался в Рамадан выстаивать ночные молитвы, поститься и делать пожертвования, то его награда утверждена у милостивого и милосердного. А кто намеревался провести Рамадан, будучи беспечным, проводя время за просмотром непристойных фильмов и сериалов и тратя его в ночных посиделках, то пусть оплакивает самого себя. Ведь некоторые люди воплощают в себе слова поэта «Я был одним из войск Иблиса, и моё положение ухудшалось, пока Иблис не стал одним из моих войск. Если бы он умер до меня, я бы нашёл способы разврата, которые он сам бы не смог найти». Да убережёт нас Аллах от этого. Любимые братья, находясь в этом благословенном месте и времени, вспомните, как ваш любимый пророк, салаллаху алейхи вассалям, поднялся на Мимбар и сказал «Амин». А затем обратился к своим сподвижникам и сказал «Как вы думаете, почему я сказал «Амин»?» Они ответили «Аллах и его посланник знают лучше». Он сказал «Явился ко мне Джибриил и сказал «О Мухаммад, да будет унижен тот, кому не было даровано прощения после того, как наступил и закончился месяц Рамадан. Скажи «Амин».» Я сказал «Амин». И да будет унижен тот, чьи родители или один из них достигли старости, но не ввели его в рай. Скажи «Амин». Я сказал «Амин». Да будет унижен тот, при ком упомянуто твое имя, а он не попросил для тебя благословения. Скажи «Амин». Я сказал «Амин». О Аллах, благослови и приветствуй миром посланника Аллаха. Любимый брат, задумайся, когда ты пропускаешь утреннюю молитву из-за позднего возвращения домой, когда допоздна засиживаешься в собраниях, где обсуждаются недостатки мусульман и распространяются сплетни, или когда торгуешь запрещенным и скрываешь недостатки товара, когда несправедливо присваиваешь чужое имущество. Задумайся и задайся вопросом. Являюсь ли я тем, против кого возвел мольбу доверенной небесы земли? Имеется в виду Джибриль. Бойся за себя. Ведь предшественники обладали богобоязненностью. Перед Абдуллахом ибн Мас'удом, да будет доволен им Аллах, было сказано. И это тот, увидев худые голени, которого сподвижники засмеялись. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил «Из-за чего вы смеетесь?» Они ответили «Из-за его худых голени, о пророк Аллаха». Тогда он сказал «Клянусь тем, в чей длани моя душа, в день воскрешения на весах они будут тяжелее, чем гора Охуд». Но несмотря на это, кто-то из его учеников сказал перед ним «Клянусь Аллахом, я желал бы не быть из числа людей правой стороны, а из числа приближенных к Аллаху». На что Ибн Мас'уд, который был воспитан в школе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «В этом собрании есть человек, который желал бы умереть и никогда не воскрешать, боясь наказания Аллаха, благословен он и возвышен. Нам надлежит переосмыслить наше положение, сделать переоценку ценностей и отчитывать себя должным образом. Ведь жители Мекки лучше знают ее тропы. Но человек будет свидетельствовать против самого себя. Кто из нас не совершал грех? Плотские грехи или грехи сердца, алчность, скупость, гордыня, тщеславие, показуха, стремление к славе, потакание своим страстям и желаниям – все это грехи сердца. Разве мы не читаем слова Аллаха в тот день, когда ни богатства, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем? Кто же он, обладатель непорочного сердца? Это тот, кто избавлен от многобожия, злобы, зависти, скупости, алчности, следования страстям, тщеславия и высокомерия перед творениями Аллаха. Это время покаяния, очищения перед украшением. Перед тем, как взяться за исполнение обязанностей Рамадана, нам надлежит очистить себя покаянием. Если кто-то согрешит ночью, то найдет возможность исправиться днем, а кто согрешит днем, найдет эту возможность ночью. Ведь он – тот, кто чередует ночь и день для тех, кто желает помнить и благодарить. Этот мир – путь либо в рай, либо в ад. И этот мир – рынок. А Рамадан в нем тот рынок, который оживленно торгует, а затем закроется. И горе тем, кто позволил завершиться торговле в Рамадане, не извлекая никакой выгоды из нее. Прошу Аллаха принести нам пользу от Корана и Сунны и тех знамений и мудрости, которые в них содержатся. Я говорю то, что вы слышите, и прошу Аллаха простить меня и вас. Просите у него прощения, ведь он прощающий и милосердный. Вся хвала принадлежит одному Аллаху, да пребудут мир и благословение Аллаха над тем, после которого не будет другого пророка, над его семейством и с подвижниками. Любимые братья, когда упоминается Рамадан, вместе с ним упоминается и Коран. Месяц Рамадан – это месяц, в который был неспослан Коран как руководство для людей, доводы истинного пути и развлечения между истиной и ложью. Ангел Джибриэль встречался с нашим пророком, саллаллаху алейхи уэссалям, каждый Рамадан, и читал вместе с ним Коран. И в этом указание для вас, чтобы вы постоянно изучали книгу Аллаха Величественен и Славен, читая, размышляя над его смыслами, совершая деяния согласно его ясным мухкемат аятам и веруя в его иносказательные мутащабихат аяты. Пророк был живым воплощением Корана, который ступал по этой земле. Его нрав был Кораном. Его радовало то, что радует Коран, и гневило то, что гневит Коран, да благословит его Аллах и приветствует. Неблагоразумно проводить месяц Рамадан без размышлений над аятами священного Корана и в жалобах на долгие молитвы имамов. Ведь тело человека было создано из глины, а его душа – благословенный дух из высшего сонма. И когда человек связывает свою душу с Кораном, то она возносится с ним, поднимая его к высшему сонму. После чего он уже не будет жаловаться на долгую продолжительность выстаивания ночных молитв. Если же он будет предаваться чревоугодию, грехам и искушениям, то его душа будет тяготеть к своей земной природе, делая покорность тяжелой, вызывая негодование на долгие молитвы имамов Таравихи. Клянусь Аллахом, ему следовало бы оплакивать себя, потому что он не размышляет над книгой Аллаха, субханаху ва тааля, в этом священном и благословенном месяце. Среди любимых деяний Аллаха в Рамадане, в совершении которых соревнуются праведники, это пожертвования и соперничество в совершении поклонения. Если раб Аллаха объединит в себе пост и милостыню, то это будет причиной его вхождения в рай. И если кто-то будет щедрым по отношению к рабам Аллаха, то и Аллах будет щедрым к нему. Поистине в раю есть комнаты, внутри которых видно то, что снаружи, а снаружи видно то, что внутри. Сподвижники спросили, для кого они, о посланник Аллаха. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, ответил, Аллах уготовил их для тех, кто кормил нуждающихся, был мягок в общении, часто постился и совершал ночные молитвы в то время, когда большинство людей спит. Была ли благотворительность столь обязательна, как она обязательна сегодня? Особенно, когда наши братья в Газзе лишены даже самых основных продуктов питания. Это самое время жертвовать. Разве Аллах не обратился к лучшему поколению, которое более почетно перед Аллахом, любимее им и богобоязненнее, чем мы. Более того, они те, кого Аллах похвалил в Коране. И достаточно этого. Но тем не менее, Аллах сказал им, «Вот вас призывают делать пожертвования на пути Аллаха, и среди вас находятся такие, которые скупятся. Кто скупится, тот скупится только во вред себе. Аллах богат, а вы бедны. И если вы отвернетесь, Он заменит вас другими людьми, и они не будут подобны вам. На нас возложена неотложная и непременная обязанность, которую единогласно поддержали ученые уммы, оказать помощь нашим братьям в Газе. Предоставление закята жителям Газа первостепеннее, чем предоставление его другим бедным и нуждающимся. Поскольку в жителях Газы собралось несколько критериев распределения закята. Они муджахиды, бедные, нуждающиеся. Они на пути Аллаха и путники, оставшиеся без средств для продолжения пути. Кроме того, используя пожертвования жителям Газы, то, что это приведет в ярость неверующих и лицемеров. Равнодушие и бездействие правителей не является оправданием для нас, чтобы мы оставляли их без поддержки. Также в этом проявляется форма джихада имущества. И то, что это торговля с Аллахом. Аллах благословен, он и возвышен, сказал, «О те, которые уверовали! Указать ли вам на торговлю, которая спасет вас от мучительных страданий? Веруйте в Аллаха и его посланника. И сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали». И в завершение скажу, одной из основных задач Рамадана является борьба человека с собственной душой в достижении благонравия, отдаляясь от низменных привычек, раздора и лицемерия, уважаемые братья. Аллах, приславен он и возвышен, запретил нам в дневное время Рамадана то, что в основе шариат сделал дозволенным – еда, питье и совокупление с женой. Почему же Аллах запретил нам это в Рамадане? Чтобы напомнить нам, что оставление греховного, запретного и что гневит Господа небес и земли, намного важнее и первостепеннее. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Если человек не прекратит лгать и поступать по лжи», под лживыми речами здесь подразумевается злословие, сплетни, клевета, фитна, клятва чем-то помимо Аллаха, то Аллах не нуждается в том, чтобы он отказывался от своей еды и питья. Есть немало соблюдающих пост, которые от поста получают лишь чувство голода и жажды, и немало выстаивающих дополнительную ночную молитву, которые получают от этого лишь бесполезное бодрствование. Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал, «Если ты соблюдаешь пост, то пусть постится твой слух, твое зрение и твой язык, воздерживаясь от лжи и всего запретного. О постящийся, будь степенным и спокойным. Пусть не будут равны твои дни поста и дни, когда ты его не соблюдаешь». Обыкновением праведных предшественников было то, что они собирались в мечетях, а не в кофейнях. Знаете почему? Они говорили, «Мы проводим время в мечетях, оберегая наш пост, и не злословим ни о ком. Мы проводим время в мечетях, оберегая наш пост, и не злословим ни о ком. Прошу Всевышнего Аллаха сделать нас из числа тех, чьи сердца, зрение, язык и слух постятся прежде, чем постится желудок, воздерживаясь от еды и питья. Прошу Всевышнего Аллаха сделать нас из числа тех, чьи слух, зрение, язык и сердца постятся прежде, чем постится желудок, когда он отказывается от еды и питья. О Аллах, мы просим Тебя принять наш пост и выстаивание ночных молитв. Прими от нас наши намазы, выстаивание дополнительных молитв и пост И собери нас в день воскресения в обществе лучшего из людей. О Аллах, обращайся с нами согласно своей щедрости, милосердию и благоволению, и не взыскивай с нас по причине наших грехов, ошибок и беспечности. О Аллах, смилуйся над нами, ведь поистине Ты милостив к нам. И не наказывай нас, ведь поистине Ты властен над нами. И будь снисходительным к нам в том, что было предрешено Тобой. О Аллах, даруй победу своей религии, книге, сунне своего пророка и своим праведным рабам. О Аллах, даруй помощь и победу нашим братьям в Палестине. Даруй им победу в месяц завоевания и побед над Твоими и их врагами. О Аллах, даруй им победу над проклятыми сионистами. Всели ужас в сердца сионистов, и пусть их постигнут при вратности судьбы. Сделай их погибель в том, что они замышляют против нас. Сделай их имущество и оружие трофеем для муджахидов. Разруших дома, о наш Господь, о обладатель несокрушимой силы. О Аллах, разруших дома их руками и руками верующих. О Аллах, спаси слабых из числа верующих, накорми их и даруй им безопасность. О Аллах, дай им выход из затруднительного положения. О милосерднейшие из милосердных. О Аллах, прости нам все наши прегрешения. Рассей все наши беспокойства и погаси наши долги. Исцели наших больных и избавь от испытания всех, кто находится в испытании. Выведи на прямой путь всех заблудших и помилуй всех наших умерших. Освободи всех наших заключенных и исцели каждого одержимого джинном. И разрушь сделанное ему колдовство. О Аллах, реши все наши нужды в этом мире и в мире вечном. И облегчи их для нас, о милосерднейшие из милосердных. Приславен Господь твой и Господь величия. И превыше Он того, что они Ему приписывают. Мир всем посланникам. Хвала Аллаху Господу миров. Субтитры создавал DimaTorzok